Субтитры подогнал «Симон» Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – сложное бессоюзное предложение. Сегодня мы с вами рассмотрим актуальные в современной русистике вопросы изучения сложного бессоюзного предложения. Определение понятия сложного бессоюзного предложения, факты из истории его изучения, известные классификации и виды сложных бессоюзных предложений. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Определение понятия сложное бессоюзное предложение. Второй. Проблема изучения бессоюзного сложного предложения в русистике. Третий. Из истории изучения бессоюзного сложного предложения. Четвертый. Классификация поспелого – предложения однородного и неоднородного состава. Пятый. Классификация белошапковой – предложения открытой и закрытой структуры. Шестой. Виды сложных бессоюзных предложений. Понятие сложное бессоюзное предложение. Бессоюзное сложное предложение – это сложное предложение, предикативные части которого объединяются в одно структурное, целое по смыслу и интонационное, без употребления союзных средств. Например. Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Тючет. Интонация выступает главным средством связи в таких конструкциях. Помимо интонации, в качестве связующих элементов в бессоюзном предложении могут выступать грамматический элемент, который является общим для соединяемых частей. После грозы вдруг стало очень холодно. Начался сильный северный ветер. Пришли. Сенсимастичные слова, которые обычно находятся в одной из частей. Местоимение или местоименного наречия. В одной из частей предложения могут быть слова с незамещенной синтаксической валентностью. Заранее предупреждаю. Удобств на пути не будет. Чехов. Соотношение модально-временных форм сказуемых в обеих частях предложения. Щепотки волосков лиса не пожалей. Остався в хвост при ней. Крылов. Следует отметить, что бессоюзные сложные предложения занимают особое место среди сложных предложений. Отсутствие союзов в качестве средств связи ставит их в обособленное положение по сравнению с другими синтаксическими единицами. С одной стороны, сложно сочиненными и сложно подчиненными предложениями, с другой – соположениями простых предложений, когда интонация является единственной связью между ними. Например, было холодно, падал мокрый снег. Эренбург. Проблема изучения бессоюзного сложного предложения в русистике. В настоящее время проблема бессоюзного сложного предложения в русистике остается актуальной. В граммадике 80 бессоюзные сложные предложения вообще не рассматриваются в составе системы сложных предложений, а представлены как особые синтаксические образования или бессоюзные соединения предложений. Лингвисты, которые признают бессоюзное сложное предложение как единицу синтаксического уровня языка, придерживаются различных взглядов. При широком подходе сложными бессоюзными предложениями являются любые синтаксические конструкции, в которых предикативные части соединены бессоюзных средств. Некоторые ученые не относят к их числу бессоюзные объединения простых предложений, между которыми нет прямой логической связи, например, «За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью» – Чехов. Подобные примеры они рассматривают как сложные синтаксические единства, предикативные части которого относительно самостоятельный и интонационно законченный поспелов. Поспелов, Белошапкова, Максимов, Ширяев и другие лингвисты признают как разновидность сложного бессоюзного предложения бессоюзное соединение предикативных частей, которые соединяются перечислительной интонацией, например, «Метель не утихала, небо не прояснялось» – Пушкин. Другая группа ученых – Ломтев, Каратаева, Валимова, Ильенко и другие – вообще не рассматривает их как сложные предложения. Ильенко определяет их как псевдобессоюзные предложения, а Валимова – как бессоюзные сочетания предложений и т.д. Из истории изучения бессоюзного сложного предложения. Классификация поспелова. В русистике вопрос классификации бессоюзных сложных предложений решался в зависимости от объяснения их природы. До 50-х годов XX века эти предложения рассматривались не как особые синтаксические единицы, а как речевые воплощения союзных предложений. Поэтому проблемы с их классификацией не существовало. Они отождествлялись со сложно сочиненными или со сложно подчиненными предложениями. Исследователи предлагали подставлять в подходящий по смыслу союз сочинительный или подчинительный. Например, «Я был озлоблен, он угрюм» – Пушкин. «Я был озлоблен, а он угрюм». Но такой подход только мешал раскрытию настоящих характеристик бессоюзных предложений. С 50-х годов получил распространение новый взгляд на бессоюзные сложные предложения. Поспелов предложил рассматривать их как особый структурно-семантический тип сложного предложения. Его классификация основывалась на семантических особенностях бессоюзных предложений. Он ввел новый классификационный принцип – однородность, неоднородность состава предложения. Бессоюзные предложения однородного состава представляют собой двучленные, трехчленные и многочленные сочетания однородных по синтаксическому значению предложений. Обычно они выражают значения однородности, незамкнутый ряд предложений, которые связываются перечислительной интонацией. Например, Или сопоставительное значение – замкнутый ряд предложений, которые соединяются интонацией сопоставления. Например, В предложениях же неоднородного состава выражается та или иная зависимость друг от друга составляющих идей. Но взаимозависимость частей не переходит в грамматически выраженное подчинение. Выделяются три основные группы бессоюзных предложений неоднородного состава. Предложения со значением обусловленности характеризуются интонацией повышения, понижения. Например, Предложения с пояснительным значением, значением «вторая часть» указывает на причину или следствие действия. Характеризуются понижением интонации во второй части. Например, Предложения, в которых у первой части предварительный обрамляющий характер, и она произносится с интонацией предупреждения. А содержание высказывания раскрывается во второй части. Например, Оглядываюсь, никого нет. Решено, я еду. У меня мелькнула мысль. Я заблудился. Классификация Белошапковой. В дальнейшем взгляды Поспелого нашли отражение в классификации Белошапковой, поскольку Белошапкова рассматривает бессоюзные сложные предложения как конструкции со специфической формальной организацией. Ее классификация создана с учетом именно формальных различий. Она основывается на свойстве открытости-закрытости структуры сложного предложения. Предложения открытой структуры допускают многочленность. Предложения закрытой структуры могут быть только двучленными. Она отказалась от интонации как критерия, поскольку считала, что между интонационными конструкциями и семантическими типами бессоюзного сложного предложения нет прямого и обязательного соответствия. Таким образом, в группе бессоюзных предложений открытой структуры оказались только бессоюзные предложения с перечислительными отношениями. Этот тип бессоюзных предложений полностью не обособляется от сложносочиненных предложений открытой структуры. Например, гудели мухи, ныли комары, где-то трещал сверчок, горький. Гудели мухи и ныли комары, и где-то трещал сверчок. Но не все бессоюзные конструкции можно соотнести с союзными. Остальные бессоюзные предложения оказались в группе бессоюзных предложений закрытой структуры. Белошапкова делит их на две подгруппы, предложения, в частях которых есть в наличии или отсутствуют формальные различия предложения типизированной и нетипизированной структуры. Предложения типизированной структуры делятся на три вида. Предложения с анафорическим элементом. Скажу вам одно. Нельзя сидеть, сложа руки. Чехов. Блеск воды достигал самого дна бухты. Так прозрачно была морская вода. По-устовски. Предложения со свободной позицией частицы. Мне бы смолчать, так ссоры не было бы. Предложения с незамещенной синтаксической позицией. Было ясно, мы опаздываем. Предложения нетипизированной структуры делятся на два вида. Объяснительные. Надо тихо идти. Можно увидеть, как горлинка тут пьет воду. Прыщем. И сопоставительные. Ее пробовали унять. Она еще отчаяннее ярилась. По-устовски. Основание классификации бессоюзных сложных предложений. Классификация Белошапковой популярна в вузовском курсе синтаксиса русского языка. Но, несмотря на свою логичность, у нее есть недочеты, главным из которых является невозможность определить с точки зрения предложенных критериев все виды бессоюзных предложений. Отметим, что в дальнейшем большинство лингвистов, которые занимались исследованием бессоюзных сложных предложений, в вопросе классификации учитывали и семантические, и формальные характеристики предложений. Интонация, наличие анафорических элементов, синсемантических слов и тому подобное. Предложенная ниже классификация бессоюзных предложений именно такого типа. Сложные бессоюзные предложения с перечислительными отношениями. Сложные бессоюзные предложения с перечислительными отношениями характеризуются перечислительной интонацией между предикативными частями. Отношения этого типа имеют открытый характер. Это сложная синтаксическая конструкция из нескольких составляющих, части которой перечисляют какие-либо однородные явления, происходящие в одно и то же время, или последовательно. Например, светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. Тургенев. Одновременные действия. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. Пушкин. Последовательные действия. Отметим, что бессоюзные предложения со значением последовательности встречаются редко, поскольку к значению последовательности примешивается причинно-следственное значение, что преобразует их в предложения неоднородного состава. Эти бессоюзные сложные предложения довольно близки к сложносочиненным предложения союзом «и». На это указывает и возможность вставки в состав бессоюзного предложения союза «и». Например, в парке играют оркестры, работают разные аттракционы и открыта лодочная станция. В парке играют оркестры, работают разные аттракционы и открыта лодочная станция. Бессоюзные сложные предложения с распространительно-присоединительным значением имеют закрытый характер. Вторая часть предложения относится к первой, как единица, содержащая добавочное сообщение, уточнение, оценку, неожиданные комментарии к тому, что сказано в первой части. В предложениях этого типа вторая часть распространяет один из членов первой части, всю первую часть. Поэтому в подобных конструкциях во второй части часто встречаются анафорические местоимения Подобные предложения только двучленные. Например, «Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах» по-устовски. «Враг мог ударить в сланга, это было ясно всем» Бондарев. Бессоюзные сложные предложения со значением обусловленности Бессоюзные сложные предложения со значением обусловленности характеризуются определенным взаимодействием модальных форм глаголов первой и второй предикативных частей. Характер этого соотношения определяет, какого рода обусловленность явлений выражена в предложении – и реальное, или реальное. Если сказуемые стоят в форме сослагательного наклонения или повелительного наклонения в значении сослагательного, то предложение передает значение и реального условия. Например, «Досидела бы до конца, он бы тебя и до дому проводил» Антонов. «Щепотки волосков лиса не пожалей, остался б хвост у ней крылов». Если же сказуемые предикативных частей стоят в форме изъявительного наклонения, часто в форме будущего времени или инфинитива в одной из частей, то предложение передает значение реального условия. Например, «Удастся в Ташкент съездить, дело поправится, неверов. Буду нужен, вызывайте Годенко». Среди бессоюзных сложных предложений со значением обусловленности выделяются предложения с обобщенным значением. Обычно это пословицы, например, «Поспешишь, людей насмешишь», «Любишь кататься, люби и саночки вози». Следует отметить, что в некоторых бессоюзных сложных предложениях сложно четко определить значение первой части. Например, рассмотрим предложение. «Увидишься с Горьким? Поговори с ним, Чехов». Можно сказать, что первая часть привносит значение и условия, и времени. «Если увидишься с Горьким? Поговори с ним. Когда увидишься с Горьким? Поговори с ним». Бессоюзные сложные предложения со значением сопоставления, противопоставления. В бессоюзных сложных предложениях со значением сопоставления, противопоставления сообщения первой части и второй части сопоставляются или противопоставляются друг другу. Например, «Справа был болотистый необходимый лес, слева красноватые столбы утесов». «Он гость», «Я хозяин», «Багрицкий». «Ты богат», «Я очень беден», «Ты прозаик», «Я поэт», «Пушкин». Отношения этого типа имеют закрытый характер, то есть в предложении соединяются только два компонента. В бессоюзных сложных предложениях со значением сопоставления, противопоставления активно используется лексика одной тематической группы для выражения сопоставительных отношений и антонимическая лексика для выражения противопоставления. «Я говорил правду, мне не верили» Лермонтов. «Быть сильным – хорошо, быть умным вдвое лучше, крылов. Хорошая жизнь ум рождает, плохая и последний теряет». В некоторых случаях предложения со значением сопоставления трудно отличить от предложений с перечислительной семантикой. Например, «На границе таких сложных беззоюзных предложений стоят предложения типа «Таким образом, первое из наших затруднений не устранялось, второе устранялось только отчасти». Подобные конструкции сопоставительной семантики в то же время имеют и характерные особенности перечислительного типа сложных бессоюзных отношений, поскольку фактически являются открытым рядом сочетающихся предикативных конструкций. Например, «Одно цветет, с другого уже собраны плоды, третье едва всходит». Но этот вид бессоюзных предложений не имеет подобия среди союзных предложений. В создании данных предложений принимает участие местоимение со значением перечисления «один первый», «другой иной второй», «третий», «кто кто» и «другие». Бессоюзные сложные предложения со значением причины и следствия разделяют на две группы – со значением причины и значением следствия. Указанные значения определяются лексическим составом предикативных частей. «В избах и по дворам было пусто, все ушли на огороды копать картофель» – по-устовски. Значение причины во второй части. «Мелкий дождик сеет с утра, выйти невозможно», – «тургенев». Значение следствия во второй части. Причинные и следственные отношения имеют закрытый характер. Первые выражаются предупредительно-пояснительной интонацией между предикативными частями пауза. «Напрасно капитан делал ему разные знаки», – «Грушницкий не хотел и смотреть», – «Лермонтов». В бессоюзных предложениях со следственными отношениями первая предикативная часть произносится с повествовательной интонацией, а между частями – пауза. «Я меньше всех, оттого он меня и мучит», – «Толстой». Во второй части возможно употребление частицы «так», на речи «пот тому», «оттого». Вводные слова со значением различной степени вероятности или вывода. «Петя был капризным ребенком, так с ним никто не хотел играть». «Известно, что слоны в диковинку у нас, так за слоном толпы зевак ходили». Сложные бессоюзные предложения с изъяснительными и изъяснительно-объектными отношениями Между предикативными частями можно сопоставить со сложно подчиненными предложениями с изъяснительными предаточными. Предложения этого типа всегда двучленны. Первая часть включает слово со значением восприятия речи, мысли, чувства, ощущения или слово с указанием на эти процессы, а вторая часть отражает объект данных процессов. Сложные бессоюзные предложения с изъяснительными отношениями в зависимости от строения первой части предложения разделяют на две группы. У предложений первой группы наблюдается следующее. В первой части присутствуют слова с незамещенной синтаксической валентностью, глаголы речи, мыслительной деятельности, чувства. А вторая часть раскрывает содержание этих процессов. Например, «Теперь можно признаться, весь год во мне все-таки жила надежда» – казаков. У бессоюзных изъяснительных предложений по сравнению со сложно подчиненными предложениями, с изъяснительным предаточным есть характерная черта. Изъяснительные части с опорными словами в значении речь-мысль более свободны с точки зрения строения и допускают употребление и реальных наклонений. Например, «Но все же я прошу, опубликуйте это письмо» – Антонов. «Иду и думаю», «Не упасть пы». Также части бессоюзного предложения с изъяснительными отношениями между ними могут различаться по цели высказывания. Например, «Но одна просьба» – «Может, подъедем по дороге к конторе?» – Славич. Кирпичникова считает, что эти особенности дают возможность бессоюзным предложениям быть более свободными в выражении смысловых, модальных и эмоциональных нюансов, чем соответствующие виды сложно подчиненных предложений. Во второй группе бессоюзных предложений с изъяснительными отношениями первой части предложения отсутствует изъясняемое слово, выражающее процессы восприятия, но есть слово, указывающее на то, что эти процессы осуществляются, прислушался, присмотрелся, оглянулся, приблизился и так далее. Например, «Я поднял глаза, на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка» – Лермонтов. «Он приник ухом, кто-то бежал, кто-то догонял его» – Тургинев. Обычно этот тип предложений легко трансформировать в бессоюзные предложения с изъяснительными отношениями вставкой глагола «видеть» или «слышать». Например, «Я выглянул в окно и увидел, на улице шёл дождь, я прислушался и услышал, в углу скреблась мышь. В эту минуту он поднял глаза и увидел, я стоял в дверях против него» – Лермонтов. Однако вставка этих глаголов не всегда представляется возможной. Например, если изъясняющая часть – несобственно прямая речь. «Поглядел на ситцевые занавески, эх, какие весёлые!» «Потрогал ногой коврик, эх, какой важный!» – Лепатов. В бессоюзных сложных предложениях с пояснительными отношениями содержание всей первой части или каких-либо её членов раскрывается содержанием второй части. Например, «Дома Фому встретили торжественно. Отец подарил мальчику тяжёлую серебряную ложку с затейливым вензелем, а тётка – шарф собственного вязания, горький». Тут открылась картина очень занимательная. Широкая сакля, крыша, которая опиралась на два столба, была полна народа – Лермонтов. Для создания такого типа отношений важным условием выступает наличие в составе первой части слов, нуждающихся в распространении и восполнении своего содержания или, во всяком случае, допускающих более подробное раскрытие своего содержания. Располов, ломов – основы русской грамматики. Состав бессоюзных сложных предложений с пояснительными отношениями разнородный. Обычно к ним относят первое – предложения, в первой части которых есть местоимённые слова, требующие пояснения и детализации. Так, такой, таков, один, следующее, вот что и под. Однако из всего происходящего поняли сначала только одно – царя свергли, и начинается революция. Гайдар. Как все московские, баш батюшка таков. Желал бы зятя он со звёздами да с чинами. Грибоедов. Указательные слова «такой», «так», «настолько» могут выражать и значение степени. В этом случае вторая часть сложного предложения указывает часто и на степень, и на следствие. Например, Данная разновидность сложных бессоюзных предложений может быть синонимично сложноподчинённым местоимённо-относительного типа. Второе – предложение, первая часть которых содержит оценку чего-либо, а в другой части поясняется основание этой оценки. А тут вышла и ещё беда. Лосю вздумалась лечь и почесать себе спину об этой ёлочке. Пришвин. Третье – предложение, первая часть которых имеет обобщающий характер, а во второй указывается основание обобщения. Дом был высокий, в нём было 18 этажей. Эти предложения семантически очень близки к сложно сочинённым предложениям с пояснительными отношениями. Употребление сложных бессоюзных предложений Бессоюзные сложные предложения широко употребляются в художественной литературе и являются выразительной особенностью разговорного стиля речи. Поэтому значительную роль в оформлении семантических взаимоотношений, составляющих их предикативных частей, играет интонация. Она даёт возможность пояснить, дополнить, распространить или уточнить их содержание, что на письме выражается разными знаками припинания – запятой, двоеточием, точкой запятой, тире. Итак, мы рассмотрели одно из неоднозначных явлений синтаксиса – бессоюзное сложное предложение. В данной лекции мы кратко проанализировали вопросы, связанные с его изучением, различные подходы в определении его природы, известные классификации этих конструкций, а также охарактеризовали различные типы бессоюзных сложных предложений. Предложения с изъяснительными, сопоставительными, присоединительными, пояснительными, условными и другими отношениями.